Это не просто Сочи. Это Сириус, научно-технологический университет и отдельная федеральная территория. Здесь целый город молодежи со своей инфраструктурой, населением, радиостанцией, шаттлами, кампусами и полевой кухней. Сейчас мы находимся внутри одного из главных объектов Всемирного фестиваля молодежи. Это международный аэропорт ВПН, где представлено множество экспозиций. И каждый может найти что-то именно на свой вкус. Аэропорт, конечно, вымышленный, а вот все экспозиции настоящие. Почти как ВДНХ, но масштаб другой. Показывают себя с лучшей стороны не только разные регионы, но и компании. Лада, например. Участники могут посещать тренинги, лекции, научные состязания, мастер-классы. Разнообразие культур, традиций, нарядов и языков поражает. На одной из тематических площадок представлен и проект научно-образовательного пространства «Большая Ивановская мануфактура». Посетителям здесь расскажут о реконструкции бывшей фабрики БИМ. Планируется, что в студенческом городке общей площадью более 40 тысяч квадратных метров разместятся современные общежития для двух с половиной тысяч студентов, технопарк с лабораториями, многофункциональные пространства. Сам Сириус в данном случае как раз и говорит о том, что реализация подобных проектов вполне реальна. Ну а самое яркое событие фестиваля – это, безусловно, церемония открытия. Кто я? Кто мы? А как найти себя? Здесь и сейчас. Как сделать то, что никогда не делала? Захотеть что-то изменить. Парящие в воздухе люди. Планеты, корабли, фееричные выступления, шоу «Огня и света». Друзья, у нас есть все для того, чтобы загадать свою мечту и следовать за ним. Участников переполняли впечатления от самого открытия, от Сириуса, от Сочи, от страны. Я был очень хороший опыт в фестивалях. Это мой первый раз в России. Я студент русского языка. О, да, я очень прошел рэп, про меня в Россию. Море и люди в России. В Сочи, очень красивый город. И какая красивая страна у вас есть. Как вам Россия? А, мне нравится. Я был в четыре города. Это первый в Москве. И я был в Мурманске, там я вижу северные сияния. Очень, очень, очень прекрасно. Я был тоже в Санкт-Петербурге. Но, вот, мне нравится. Самый главный, наверное, посыл этого фестиваля, как раз таки, опираясь в наши общие ценности, общее наше стремление сделать наш мир лучше, общее стремление сделать жизнь на нашей планете более такой комфортной, дружелюбной. И эта атмосфера делает целый весь фестиваль на Кремль-Стро-Часе. Отметим, что Ивановская делегация на этом мероприятии курирует участников из Кубы. Фестиваль продлится до 7 марта. Виктория Бондаренко специально для программы «Губерния». Продолжение следует...